Девушки отдыхают 1 мая. Вспомните, сколько сегодня прошло на экранах ваших телевизоров, торжественного и веселого, и в стихах, и впроте, да сколько еще и пройдет после нашей передачи. Сегодня ваши экраны будут светиться до поздней ночи. Кинопанорама, как вы знаете, всегда рассказывает вам о фильмах и о людях, которые делают эти фильмы. И сегодня мы тоже будем делать это же. Дорогой Михаил Иванович, нам, редакции Кинопанорамы, очень лестно, что вы у нас в такой прекрасный день. И нам хотелось бы вам сегодня, в этот замечательный день, пожелать... Дорогой Михаил Иванович, мне лестно, что вы про меня говорите такие слова. Я уверен, что вы ко мне очень хорошо относитесь, потому что, прежде всего, у вас нет никаких оснований относиться ко мне плохо. Да. Но, тем не менее, я боюсь, как бы в этот чудесный весенний день, все-таки вы мне не причинили бы некоторую неприятность. Каким образом? Я вас предупреждаю, что вы можете желать все, что вам угодно, кроме одного. Вы не желаете мне сняться в хорошей, веселой комедии. Вот этого прошу не делать. Потому что, я вам сейчас объясню. Я уже однажды попался в просаг. Дело было так. Я не могу, друзья мои, не рассказать вам одну интереснейшую историю, которая произошла со мной. Вот также однажды меня попросили сняться для новогоднего журнала «Огонек» и сказать что-нибудь веселое и пожелать зрителям. Что-нибудь тоже веселое. Что же я могу сказать или пожелать? Я что могу, то и говорю. Я поднял бокал, так меня сняли с бокалом и сказал, что я желаю всем здоровья, счастья в наступающем году. Это было года три, может быть, четыре там назад. И пообещал, что я обязательно снимусь в этом году в интересной, глубокой, но смешной комедии. Прошло четыре года. Я не снимаюсь ни в глубокой, ни в смешной. Ни в какой просто комедии не снимался. А письма шлют. Я дал обещание. Тираж-то у «Огонька» огромный. Значит, каждый человек читает еще раза четыре этот номер. Вот мне начались письма. Сначала одиночки, а потом коллективные. Обещаешь, давай. Вот есть такое обстоятельство, которое имеет огромное значение сейчас для нашего советского искусства, для всей нашей творческой интеллигенции. Произошел большой, огромный, сердечный разговор между творческой интеллигенцией и правительством, и партией. Произошел разговор взаимопонимания. И в этом разговоре интеллигенция творческая почувствовала всю огромную ответственность перед народом за то, что она делает. Огромная ответственность. Я вам скажу так, что несмотря на то, что как будто бы я сказал, не желаете мне сняться? Нет, желаете. Скажите. Желаю вам, чтобы вы вас увидели в новой комедии. И я глубоко уверен, что у нас появятся, ну, пишите мне еще раз ругательные письма, появятся в ближайшее время замечательные, глубокие, чудесные комедии. Комедия, пятиминутка, в которой раз, два, три обчелся трюка смешных, вы посмеялись и ушли. А когда комедия покажет вам, когда я говорю глубокая, я говорю не комические, я люблю не комические. Я с удовольствием их смотрю, но я люблю комедии, которые вскрывают огромный оптимизм советского человека, человека-соседателя, человека-труженика, человека, несущего и отдающего свою силу для огромнейших идей. И вот во всем этом процессе возникают такие чудесные лирические сцены, комедийные сцены, чудесные люди в чудесах. И я глубоко уверен, что раз чудесные люди создают чудесный мир, то будут чудесные комедии, в которых вы и пожелаете мне сняться. Сегодня в нашей кинопанораме гостит режиссер из Грузии Тенгиз Евгеньевич Абуладзе, заслуженный деятель искусств. Мы знаем Тенгиза Евгеньевича по трём картинам, то есть по двум, а по третий скоро узнаем. Это первая картина Лурджа Магданы, которую он делал вместе с Резот Шхеидзе, вторая «Чужие дети», самостоятельная картина. И вот сейчас на выходе картина, которая называется «Я, бабушка, Ильико и Иларион». Я правильно назвал порядок? Совершенно точно. Порядок. Вот этой картины мы ещё не знаем. У нас есть маленький фрагмент, мы вам покажем. А про картину, пожалуйста, расскажите нам, Тенгиз Евгеньевич. Это оригинальная... Это сценарий? Нет, это была повесть. Это была повесть. Это была повесть. Ну, как вы сказали, это моя третья работа в кино. Картина сделана по мотивам одноименной повести Нудари Думбадзе. Молодого, талантливого, очень популярного у нас писателя. Трудно рассказать содержание. Не надо рассказать содержание. Это очень трудно. Но вот о чём картина. Это колокол моей деревни. Он звонит по утрам, возвещая начало занятий в школе. А если колокол звонит вечером, это значит, в селе пожар или колхозное собрание. Так начинает рассказ о себе, о своей бабушке и о своих добрых соседях. Ирико 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 Ирико, герой фильма, я бабушка Ирико Ирико, сельский парнишка Зурико. Трижды звонит колокол, деля картину на три части. Довоенную, военную и послевоенную. И вот через все эти периоды жизни проходит наш герой. Бабушка, лучший, который никто не умеет проклинать во всей Грузии. Ирико, которого никто не может перехитрить в деревне. Иларион, король зверей и бог охоты. И Зурико, который, окончив университет, навсегда возвращается в свою родную деревню. Вот об этих людях, об их бескорестной дружбе, о любви, о счастье и радости жить на этой земле, рассказывает картина. Я уверен, что этого артиста представлять не нужно. Вы его прекрасно знаете. Я человек простой, добрый, на мой взгляд, в основном положительный. А вот играю очень часто людей с сомнительной репутацией. Михалыч, как же это с вами произошло? Я вас знаю сто лет, и вы всегда играли просто положительных героев. Все это началось с кинофильма «Дело пестрых», где я выступил в роли бандита Сафрона Ложкина. Когда режиссер кинофильма решил попробовать меня на роль бандита, на киностудии «Мосфильм» многие режиссеры возражали. Говорили так, слушайте, ну зачем из пуговкина делать бандита? У него такое доброе лицо, он такой заметный. А еще кто-то сказал, говорит, нет, таких бандитов не бывает. И вот представьте себе, что я уже на киностудии, в гриме, в костюме, перед аппаратом снимаюсь на пробу. И в этот момент к нам приехал главный консультант нашего фильма, начальник Мура. Мы как раз с артистом Кениксоном играли сцену «Арест Ложкина». Во время перерыва начальник Мура говорит, можно вас на минуточку? Я к нему подошел, он говорит, скажите, пожалуйста, как ваша фамилия? Я говорю, Пуговкин. Он мне говорит, ну что ж, похож. После паузы я его спрашиваю, говорю, простите, на кого? Ну, он мне на это ответил, в общем, товарищ Пуговкин, через мои руки такие голубчики проходили. Ну, как вы сами понимаете, после такой рекомендации на роль бандита меня сразу утвердили. Кого же вы сейчас играете? На днях я закончил съемки в новой сатирической кинокомедии, которая называется «Штрафной удар». Авторы этой комедии, известные сатирики Бахнов и Костюковский, поставил этот фильм режиссер Вениамин Дорман. Я в этом фильме играю товарища Кукушкина, Павла Васильевича, руководителя, бывшего руководителя животноводством, ныне переброшенного руководить спортом в Петровском районе. И когда же это кончится, в общем, с отрицательными-то? Это было, это есть и это будет. Но я об этом не жалею. Жанна Болотова, которую мы хорошо помним по фильмам «Дом, в котором я живу» и «Люди и звери», расскажет нам о том, что она делает сегодня. Сейчас я снимаюсь в фильме «Монтер» по сценарию Брагинского, режиссер Егоров, оператор Шатров. Я не могу ничего еще пока сказать об этом фильме, потому что съемки только начались. Я могу сказать только, что работать в этом фильме очень интересно, потому что мы снимаем не в павильонах студии, а в подлинных московских квартирах, которые нам сдают жители Москвы с величайшим удовольствием. А еще мы снимаем на улицах. Актер снимается без грима, оператор ходит вокруг нас со скрытыми камерами, и там массовка, которая приглашается для участия в нашем фильме, даже ничего не подозревает о том, что же снимается и где снимается. Вы учитесь во ВГИКе? Да. Я учусь во ВГИКе на четвертом курсе у Тамары Федоровны Макаровой и Сергея Полинаровича Герасимова. А какой спектакль у вас на курсе? Мы к экзаменам готовим много отрывков. Делаем братьев Карамазовых, Достоевского и Бориса Годунова Пушкина. Я играю Марину Мнишек. Марину Мнишек. А в «Монтере»? А в «Монтере» я играю чертежницу Галю. Огромный диапазон. Ну, спасибо большое. В фильме мы видим женщину, проводившую на войну мужа и двух сыновей. Ее лицо незабываемое. Это лицо, лицо эпохи, лицо великого народа, но в то же время лицо всех матерей войны, лицо всех народов и всех эпох. Этот фильм дает много, но все же, когда забыто все другое, хотелось бы, чтобы лицо этой женщины, этот живой кусок любви и страдания, навсегда остался в памяти у всех. Я нашел эту рецензию одного шведского кинокритика Руна Муберга в связи с тем, что я знал, что сегодня вечером встреча с актрисой, о которой это написано, в связи с ее участием в фильме «Дом, в котором я живу». Актрису это вы сейчас увидите. Валентина Петровна, расскажите, пожалуйста, зрителям нашей кинопанорамы о себе и о кинематографе. Вот вы сейчас встретились с Жанночкой Болотовой. Я с ней встретилась в картине «Дом, в котором я живу», где она играла свою первую роль. А у меня это была уже 32-я работа в кинематографе. Так что я числюсь старым поколением кинематографическим. А совсем недавно я записала в своей записной книжечке 54-ю работу. Это по роману Симонова «Живые и мертвые» на Мосфильме ставит режиссер Столпер картину. Там я играю медсестру, которая, невзирая на возраст, очень энергично требует, значит, чтобы ее взяли на фронт. Это простая русская женщина, которая просто не может остаться, не может остаться, не включаясь в эту великую борьбу. Но вся моя жизнь посвящена в кинематографе одной единственной теме. Это простая советская русская женщина. У меня очень часто в картинах была такая ситуация, что я воспитывала сыновей. И так как это для меня дело привычное, то у меня родилась мечта. Мечта моя родилась тогда, когда вся наша страна встречала героев-космонавтов наших. Я должна вам сознаться, что я больше смотрела не на них, а на их матерей. Как шли они по ковровой дорожке от самолета сзади своих героев. Как достойно они вели себя. Как целовали они этих, еле дождавшись своих сыновей. И мне ужасно хочется снова воспитать сына, рассказать, как советская женщина дарит миру своих героев. И я думаю, что этот сценарий должен скоро появиться. И все-таки моя мечта в кинематографе исполнится. А сейчас я пробуюсь очень серьезно у режиссера Столпера, простите, у режиссера Птушко в сказке Шварца. Вероятно, буду играть злую колдунью. Я хочу ее играть потому, чтобы вы возненавидели зло и равнодушие. Мы знаем Владимира Гусева по девятнадцати картинам. О своем двадцатом кинофильме он нам сейчас расскажет. Ну, я расскажу вам о двадцатом, двадцать первом и двадцать втором фильме. Дело в том, что этот год у меня выдался очень урожайным. И я сейчас снимаюсь одновременно в трех фильмах. Первый фильм – это по известному роману Леонида Леонова «Русский лес». Его снимает народный артист СССР Владимир Михайлович Петров на киностудии «Мосфильм». В этом фильме я играю хоть небольшую, но увлекательную роль. Вы, наверное, помните. Это Марк Ветров. Остальные два фильма будут сняты на киностудии имени Довженко. Один из них называется «Бухта Елены». Фильм рассказывает о моряках-катерниках. И в этом фильме я играю Боцмана. Фильм снимает режиссер Эстрин по оригинальному сценарию Гутина. Ну, поскольку этот фильм рассказывает о жизни, о быте моряках, то мы стараемся сами выполнять все функции матросов и боцманов и командиров. Так сказать, мы, актеры, работаем на этом катере самостоятельно. А следующий фильм называется «Стежки и дорожки», которые снимают режиссеры Войтецкий и Борисов на киностудии Довженко. Это комедия на сельскую тему. И нам хочется, чтобы эта комедия получилась несколько отличной от всех других комедий, которые мы видели на экране. Ну, видите, если это будет отличная комедия, она будет очень выгодно отличаться от всех других комедий. вы совершенно правы. И мы будем надеяться, что это будет так. Всеволод Дмитриевич Сафонов недавно отснялся в новом кинофильме «Оптимистическая трагедия». Об этой последней работе мы просим его рассказать нашим зрителям. «Оптимистическая трагедия» пьеса, написанная Вишневским много лет тому назад. Она и на сегодняшний день нисходит со сцен наших театров. Играется она и за рубежом. Пьеса очень известная. Сейчас в ближайшем будущем выйдет фильм экранизации этой пьесы. В свое время Вишневский, когда ему предлагали экранизировать это произведение, то он категорически отказывался, ссылаясь на то, что это произведение написано для театра. Но в то время не было широкого формата. Сейчас появилась эта новая разновидность киноискусства, технологии киноискусства. И вот режиссер Самсонов совместно с оператором Монаховым с моей точки зрения очень удачно использует этот новый вид формата в кинематографе, экранизируя это произведение. Этот широкий формат необыкновенно эмоционально передает на экране драматургию. А Вишневский сам по себе необыкновенно эмоциональный человек, он и пьесу написал так, что она требует пота и крови на экране. И вот это, мне кажется, в этом фильме есть. Есть страстность, есть революционная патетика и видимо это в большой степени заслуга широкого формата, но естественно и режиссера и оператора. Совсем недавно я смотрел этот фильм. Мне естественно известен сценарий и я прошел весь период съемок этого фильма, трудный и тяжелый период. И когда я шел смотреть, мне казалось, что фильм настолько мне известен, что вряд ли он произведет на меня сильные впечатления. Но тем не менее я вышел из зала ну можно так сказать высоким словом потрясенный. Потрясенный увиденным на экране и настолько совмещающим романтику и жизнь живую, человеческую. И мне хочется, чтобы зрители, которые увидят этот фильм, тоже ощутили, так же, как и я, вот этот трепет происходящего на экране. В этом фильме мне была поручена роль лейтенанта Беринга. В моей кинобиографии это, пожалуй, единственная роль такого плана. Лейтенант Беринг потомственный моряк царского императорского флота, потомственный дворянин. Силой обстоятельств он попадает в среду революционных матросов, во главе которых стоит женщина-комиссар. И вот влияние комиссара, влияние революционных моряков, стечение обстоятельств, которые попадает этот полк, все это вместе оказывает влияние на этого человека, и он в конце фильма всей душой, всем своим сердцем приходит в революцию. В этом фильме заняты очень известные советские киноактеры. Борис Андреев, Вячеслав Тихонов, А в роли комиссара снималась Маргарита Володина. Ну, в ближайшем будущем фильм выйдет на экраны на ваш суд. «Музыка» «Музыка» Стали ночи светлыми, стали звезды тусклыми, ой вы, тропки узкие, зореньки рассветные». Вы помните эту песню? За селом как колется, так у нас уж водится, в одиночку сходится, парами расходится. Это песня из фильма «Когда деревья были большими». Вы знаете фильм, вы знаете песню. Остается вам узнать сочинителя музыки, сочинителя этой песни, композитора Леонида Викторовича Афанасьева. Леонид Викторович написал много музыки для многих фильмов. «Прыжок на заре», «Евдокия», «Стучи с любую дверь», «Память сердца». Сейчас он работает над музыкой к фильму по сценарию Нагибина «Самый медленный поезд» на Свердловской студии снимается фильм. Это инсценировка повести «Ранней весной». Мне всегда доставляет большое удовольствие писать музыку в кино. В данном случае особенно, потому что, во-первых, я работаю с молодыми режиссерами, потом тема фильма мне очень близка и еще, так сказать, одна из причин, так сказать, доставляющих мне приятное, то, что в фильме есть песня, а нам, композиторам, очень всегда приятно, когда из фильма и в условии, конечно, удачи песня выходит с экрана, так сказать, на рот. Но я, как и ряд моих, так сказать, коллег-товарищей, относимся к песне в фильме, так сказать, определенным образом, как думают, очень многие, конечно. Я категорически против песни, как вставну, против как вномер, да. Конечно, исключая, так сказать, чисто музыкальных фильмов таких. вот в данном случае, в этом фильме, песня является, можно сказать, основным, одним из основных действующих лиц, потому что весь материал, музыкальный материал фильма основан на материале этой песни. Стихи этой песни, которые написали поэты Добронравов и Гребенников, также наитеснейшим образом связаны с содержанием фильма, так сказать, весь тематический материал, опять-таки, значит, музыкальный построен на этой песне. Вот, поэтому, так сказать, мне интересно очень вот как получится у нас, так сказать, те наши задумки, как хотелось бы это, так сказать. Будем надеяться, что получится. Песню эту исполнит артист, голос которого фактически записан в фонограмме фильма. Олег Анофриев. Олег, идите сюда. Спасибо. Спасибо. С поля Искалеченного Взрывами Парни, Парни, Повстречавшие Войну. Где-то Парни, Парни, Не видавшие Войны, Не видавшие Войны, Будет, Будет много Солнце Солнце И весны, Будет много Да чего ж Вы будете Счастливыми Девушки, 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 Не знавшие Войны. Войны, 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 Иерус superintendent, Поручика Ржевской в «Гусарской балладе». Вот далеко неполный список очень значительных ролей, сыгранных Юрием Васильевичем Яковлевым в кинематографе. Над какой картиной вы сейчас работаете, Юрий Васильевич? Совсем недавно я кончил сниматься в картине, которую снимал режиссер Юрий Озеров «Большая дорога». Это картина совместного чешско-советского производства. Картина о Гашике, о его пребывании в России во время Первой империалистической войны. Я там играл небольшую эпизодическую роль поручика Поливанова. Это роль, с одной стороны, комедийная, с другой стороны, отрицательная. Так вот бывает. Но она мне, эта картина, дорога не столько исполнением этой роли, сколько тем, что я там делал в несколько в ином плане. Я озвучивал чешских актеров, которые там, можно сказать, превосходно играют. Синхронно просто озвучивали их? Нет, не просто синхронно. Это текст от автора. Так. Вот. Это идет и сопровождает и, значит, и кадры, ну, так сказать, и о русских актерах, и чешских. Он сопровождает всю картину. Всю картину. И иногда совпадает с персонажем. Иногда совпадает с персонажем. Это очень интересная работа. Вот. Вот это была последняя моя работа. Ваша работа в кино. Ну, я лично могу вас поздравить. Я недавно смотрел премьеру в вашем театре «Принцессу Турандот», где вы, с моей точки зрения, превосходно сыграли панталоны. Спасибо. Спасибо. Это очень роль мне дорога. Работа эта дорога, потому что, во-первых, это «Принцесса Турандот». Представляется. Вот. Это вы знаете, что такое для театра Вахтанговой, для актеров, которые заняты в этом спектакле. Вот. И спасибо вам за приятные слова. Вы, вероятно, товарищи, заметили, что с появлением нового артиста у нас появлялся новый цветок. Это не просто так. Это очень сложный, совершенно оригинальный режиссерский прием, к которому мы хотели подчеркнуть весеннее настроение сегодняшнего вечера, наше отношение к артистам и отношение артистов к вам. В общем, это, одним словом, такое наше праздничное первомайское поздравление. Светланочка, поставьте, пожалуйста, эти прелестные тюльпаны в воду. Итак, перед вами, милый моему сердцу, артист, один из основателей Московского театра студии «Современник», артист уже старшего поколения этого театра, Олег Павлович Табаков. Судьба моя в кинематографе сложилась довольно сложной. Я начал с того, что играл роли своих сверстников, своих одногодков, и далее, значит, случилось так, что мои герои, возраст их, шел по нисходящей. И дошел я до того, что два года тому назад в возрасте 25 лет играл 14-летнего школьника. Когда кончились съемки фильма «Шумный день», я решил поставить точку, потому что дальше идти уже было некуда. У меня растет сын. Ему уже три года скоро будет. Поэтому я с большой радостью принял приглашение режиссера Константина Наумча Войнова, который пригласил меня сниматься в фильме по повести писателя Рекимчука «Молода зелена». Вот об этом герое, о Коле Бабушкине, мне хотелось бы сказать два слова. Коля Бабушкин, герой нашего времени, как его называли в рецензиях, солдат без винтовки, называли его там же, и другими разными ласковыми именами окликали Колю Бабушкина. Для меня Коля Бабушкин – это человек, которому до всего есть дело. Если бы можно было второе название для этого фильма сделать, я бы хотел, чтобы он назывался «Человек, которому до всего есть дело». А Колю Бабушкина я видел в жизни. Случилось это на 14-м съезде комсомола, делегатом которого мне пришлось быть. Разные были выступления, по-разному. Были интересные, были неинтересные, были менее интересные. И вот как раз после не очень интересного выступления вдруг вышел на трибуну человек. Звали его Николай Казмирчук. Был он монтажник, бригадир монтажников из Братска. Этот человек говорил о самом важном для него, о самом наболевшем. Он говорил о своей семье. Только семья у него состояла не из трех или из пяти человек. Или даже, так сказать, даже не из коллектива, который насчитывает 50 или 100 человек. А его семья насчитывала все 40 тысяч человек населения Братска. Он говорил о том, что мало ясили детских садов в Братске. Он говорил, что мало родильных домов в Братске в городе с самым высоким процентом рождаемости на земном шаре. Он предъявлял претензии к министру здравоохранения РСФСР. Он говорил о других проблемах. Он говорил о том, что мало девушек в Братске. Он звал делегаток съезда приехать в Братске. Говорил, что уверяю вас, что вместе с замечательной, удивительно красивой сибирской природой вы и нас полюбите. Это говорилось так чисто, так убедительно, так искренне, что, вы знаете, человек этот покорял. И, наверное, присутствует там министр здравоохранения, он, наверное, бы прямо сейчас же бросился бы исправлять все допущенные ошибки органами здравоохранения Братска. И, так сказать, очутись там не только девушки-делегатки, а и девушки, так сказать, многие-многие другие, так наверняка они бы тоже поехали в Братск к Казмирчуку. И, наконец, последняя работа в кинематографе, роль Николая Ильича Ростова в экранизации романа Льва Николаевича Толстова «Война и мир». Ставит этот фильм Сергей Федорович Бондарчук. О чем мне хотелось бы рассказать в роли Николая Ростова? Мне бы хотелось сыграть антипода князя Андрея Болконского, этого удивительно одаренного, удивительно человека блестящих способностей, удивительного таланта во всем, в том, как он общается с людьми в мире, в том, каков он в свете, в том, как он конфликтует с окружающим его миром, талантливого на войне, талантливого в сражении, в бою, талантливого, когда он сталкивается со смертью, талантливого в любви. И вот благо, что мы вместе с князем Андреем присутствуем в большей части, так сказать, на большем протяжении фильма, на большем протяжении фильма, мне бы хотелось сыграть антипод этого человека. И мой герой Николай Ростов, он, так сказать, его любят мама и папа, и Наташа, и Соня, и он хочет умереть за царя и отечество, он хочет защищать Россию от французов, но он это делает тривиально, потому что он банальный человек, он обыкновенный человек, ординарный человек. Он несется на своем грачике в кавалерийской атаке с усами, размахываясь с шашкой, но вот стоит грачику споткнуться, и ему чуть придавило руку, и вот он поднимается с земли с трудом, озираясь вокруг и с трудом соображая, где же он, и где же атака, и что такое, значит, проносящиеся мимо него, так сказать, кавалеристы, и вот он видит впервые живого француза, идущего к нему навстречу, он выхватывает свой пистолет и не стреляет в него, а бросает, и, петляя, как заяц, он бежит по полю, продираясь сквозь ветки, в кустарники, в которые он попал, потом сквозь лес, и дальше пройдет отечественная война, он женится на княжне Марии, народит детей и будет бить по мордам своих крепостных мужиков, и будет на следующий день просить прощения за всю эту низость, за всю эту гадость, за весь этот стыд у своей жены, и будет страдать так же искренне, а на завтра будет снова бить их. Вот о таком человеке хотелось бы мне рассказать. Что же касается планов на будущее, то они, так сказать, в области театра неотделимы от репертуара, от репертуарных планов театра-студии «Современник». В конце сезона мы, вероятно, выпустим спектакль по новой пьесе Виктора Сергеевича Розова, которую он пишет специально для нашего театра. В начале следующего сезона мы встретимся с драматургией Константина Симонова, новую свою пьесу он обещал отдать именно в наш театр. Ну а сейчас, совсем скоро, выпуск коллективной, коллегиальной инсценировки, которую писал весь театр студии «Современник» по повести Владимира Фёдоровича Тендрикова «Чудотворное». Незаметно-незаметно нашей кинопанораме уже полгода. С концом сегодняшней передачи просто она переваливает на вторую половину. Это ещё, в общем, не юбилейный возраст, это и тот возраст, когда ещё отсчитывают месяцами. Мы будем ждать новой встречи с вами. Желаем вам весело и интересно провести завтрашний день. Поздравляем вас с праздником. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин